Среди всего многогранного русского языка есть, казалось бы, простенькое слово, которое в то же время очень точно, на наш взгляд, описывает совершенно все слова и действия как кремлёвских чиновников, так и их карманных крикунов из Останкина. Значит, надо забирать Николаев, Одессу, оттуда сверху, соответственно, Херсон сразу автоматически, и забирать Харьков. Совершенно верно, основной убрать этих сил – большой котёл. Мы поможем братскому народу Украины вернуться на свою родину в Россию. Как это мы помогли в своё время освободить Украину от немецкой оккупации. Ну какая же это чепуха, так и хочется сказать, пересматривая совершенно любое российское ток-шоу. И нет, это не потому, что враги. Даже пропаганду можно делать талантливо. Но весь контент от Соловьёва, Скобеева и прочих симонян… Они поэтому всё время думают, что мы сейчас рухнем. А мы всё сильнее. Они вводят санкции, которые нам идут на пользу. Да, тяжело, конечно. Но за счёт этого мы обретаем себя. Это именно чепуха. Слово, которое при Путине можно смело наносить на триколор. Ведь если посмотреть не на слова, а на дела, Россия сейчас – это не страна-бензоколонка. Их углеводороды по факту уже никому не нужны. Это прежде всего страна-чепуха, где лозунги отличаются от реальности просто до неприличия. Россия в реальности сегодня куда более крупная экономика, чем она отражается западной статистикой. И чтоб все понимали, о чём речь, мы проговорим на конкретных примерах. И начнём, пожалуй, сразу с гниющей почти рыбьей головы. Есть в России великий экономист с фамилией Напе, который уже пару десятилетий своими познаниями заставляет реальных профи трепетать. Но исключительно от смеха. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. На треть. На треть. На 30 процентов. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один доллар. А получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Так вот, именно этот гений экономики в рамках, так сказать, нового мирового порядка объявил о начале глобальной дедоларизации. Мол, всё, никаких больше расчётов в баксах. Покажем Америке, где раки зимуют. Всё больше расчётов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты, или валюта дружественных стран. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. Чё делали пропагандисты в этот момент? Мы напомним, они радовались, славили мудрого царя и грозно трясли кулачком. Капец вам, Янкин, новая эпоха настала. Это катастрофический сценарий для Америки. И даже, я бы так сказал, репутационные потери здесь превышают любые финансовые. Никогда доллар не был так, наверное, репутационно слаб, как сейчас. И всё это происходит на нисходящем тренде того процесса, который мы называем дедоларизацией тотальной. Но тут вдруг ценники в российских обменниках резко взлетели вверх. Взлетели настолько, что рубль стал равен по стоимости одному американскому центу. Соловьёв тогда ещё принялся врагов Центробанке искать. Какого хрену курс так скачет, что над нами вся за границей теперь смеётся, что одна из трёх самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, которая даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чём-то. И лишь теперь стало понятно, что же случилось на самом деле. Оказывается, в результате гениальной дедоларизации Россия начала принимать оплаты в индийских рупиях. Рупий накопилось реально дофига. Но, ой, ничего сделать с такой ценной валютой правительство не может. Ругль упал из-за зависших в России рупий, которые ЦБ не может обменять. Об этом заявил экс-глава Минфина Михаил Задорнов. По его словам, Москве нечего покупать у Нью-Дели, а рупий – неконвертируемая валюта. Поэтому РФ не может использовать свои доходы от продажи нефти. И скажите, что это не странная чепуха. Так хотели Америку унизить, что героически переиграли самих себя. Хотя, чё это мы ёрничаем, можно из рупий снежинки вырезать? Ну или айригами красивое делать. Того, гляди, и не заметит народ очередного позора кремлёвских стратегов. Нефть в обмен на фантики. Российские компании не знают, куда деть полученные из Индии рупии. Но, думаете, хоть кто-то признал ошибки? Вышел и честно сказал, что дедоларизация провалилась. А, да как бы не так лохов, нет. Везде тишь, гладь, да божья благодать. А бояре попроще смотрят на царя. И думают, ну если главному не стыдно, то нам-то чего. Путин даже свою любимую отмазку про надули не сказал. Это просто надувательство. Нас просто надули. Как в народе говорят, кинули просто. Просто обманули, понимаете? Видать, уже и резиновая попа столько надули не выдерживает. Но важно здесь то, что глядя на царя и в других сферах всё начинает происходить в таком же чепухостиле. То есть сначала много пафоса, визгов, криков, а потом оп и героический прыжок в лужу. И здесь опять-таки за примерами ходить далеко не надо. Возьмём уже не экономику, а зерновую сделку. Сейчас мы вышли из зерновой сделки, объяснив, почему мы это сделали. Закрыли район Чёрного моря. Чётко закрыли, объяснили, что будем топить, если кто-то полезет. Мы переходим на следующий этап, когда нет зерновой сделки. Ну, значит, в Украине не нужны порты. Да и вопрос Чёрного моря должен быть решён. Ах, как же в России ещё месяц назад гордились тому, что разбомбили зерновые терминалы и портовую инфраструктуру. Это морской порт, Измаил. Выглядит он так. Прилетело, так прилетело. Пять беспилотников Камикадзе. Это удары возмездия. Министерство обороны абсолютно в своём праве находится, нанося эти удары возмездия. Куда ни включи везде танцы, пляски были. О, больше всех уже привычно изгорялся пропагандист Мордан. Вы его могли помнить по очень антифашистским предложениям из серии «Давайте пытать учителей». Почему бы действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, под палящим солнцем для учителей, которые пока что ещё не научились нашу прекрасную родину любить. И грозным речам времён бегства из Херсона. Не может никаких причин быть для оставления Херсона. И вот ни о чем тут даже разговаривать. Херсон не должен, не может быть сдан. Тот, кто сдаст Херсон, будет предателем просто. Просто предателем и изменником. Абсолютно с вами согласен. По Херсону, кстати, очень хотелось бы у чувачка уточнить. Ну так, чё там с предателями, готов назвать фамилии? Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружение и техники за реку Днепр. Есть. И здесь мы опять вспоминаем волшебное слово «чепуха». Потому что вот эта чепуха умеет только визжать, но за слова не отвечает. Вот и с зерновой сделкой Мардан сидел у карты и грозно рассказывал, мол, всё, великая держава решила, никто в Одессу больше плавать не будет. Больше плавать не будут. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнёт там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевым, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки. Ведь не будь Мардан чепухой, он бы трижды подумал. Стоит ли говорить ГОП раньше времени? Особенно с тем учётом, что в западную часть Чёрного моря российские корабли боятся даже нос сунуть. Но давайте сразу к красивому. В общем, вот это вот российское... Больше плавать не будут. Вот что будет дальше. С Одессой... Было умножено на ноль буквально сразу, когда из порта Одессы без всякого разрешения России вышел контейнеровоз. Два дня слежу, как это судно с названием, состоящим из двух слов, дошло до турецкого побережья. И вчера его охраняли Миги с Байрактаром. А что получается? Не очень-то и нужна, оказывается, зерновая сделка. Можно России сказать, слушай, но не хочешь, не надо, сами будем работать. Лица останкинской чепухи надо было просто видеть. И вот этот корабль, этот контейнеровоз, который вышел из Одессы, я понимаю, почему все молчат. Я в курсе. Очень сложная ситуация. Что ни сделай, получается не очень здорово. Об этом говорят политические хохлы в своих пабликах. Они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шо, кацапы? Как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня. Да, правда. Но они тогда себе быстро придумали отмазку. Мол, контейнеровоз был китайский, поэтому Россия, конечно же, решила не топить судно, братушек. Действительно, публиковалось отдельное письмо китайского МИДа, где они вот очень просили вот уважить, войти в положение и понять, и простить, и пропустить этот контейнеровоз. Ну и пропустили его. Зато всем другим вот реально будут гребли. Только, блин, посмейте. Но вот из порта Одессы выходит уже балкер с металлом. У Мордана в этот момент все скрепные места сжимаются до размера 5-рублевой монеты. Пропагандист отлично понимает, как жалко будет выглядеть, если балкер не затопит. То есть вот этот вот балкер Примус, который покинул акваторию порта этим утром, по идее уже к вечеру должен был быть либо потоплен, но мне так кажется, просто вот я складываю 2 плюс 2 равно 4, не 5, не 7, не 3, 4. Либо он должен быть взят на абордаж и отбуксирован там в тот же порт на выбор, хотите Севастополь, хотите Новороссийск. Но в итоге Патриота ждало страшное разочарование. А ведь мы говорили, что слово «чепуха» надо прям на флаге рисовать. Много проблем в стране, я понимаю. Но рассчитывать на то, что до понедельника оно как-нибудь само рассосется, оно не рассосется до понедельника. Я боюсь, что к понедельнику, если ничего не произойдет, корабль достигнет пролива Босфор. Ну и, соответственно, будет вне пределов досягаемости Черноморского военно-морского флота. И теперь он сидит и на всю Россию ноет. А ведь это так просто не обещать того, в чем не уверен. Или того, что твоя страна не может сделать. Но если не обещать, то как же жить вообще? Видать, так думают путинские пропагандисты. Ну а потом, конечно, обтекают. И знаете, что самое смешное? Полный лоб шишек этих жалких ничему не учит. Если Россия не займет Черноморского побережья Украины и не превратит его в российскую, рано или поздно эти крейсеры или другие ракетные появятся на Черном море. Это Черноморское побережье должно вернуться к тому, кто его осваивал в России. Че-че? Черноморское побережье Украины вы собрались захватывать? А губа не треснет, ребят? Может, сначала че попроще попробуете, например, с Работина не убегать? ВСУ уже полностью освободили Работина в Запорожской области и продвигаются к другим населенным пунктам. Но самое удивительное здесь то, что про Черноморское побережье вещает ровно то же тело, которое до 24 февраля 2022 года уверяло россиян, что для победы над Украиной хватит шести десантных кораблей. А для Украины шесть десантных кораблей, которые могут взять одну-полторы штурмовых бригады морской пехоты. Это вполне достаточно, чтобы вся бандеровская сволочь, как только они будут приближаться к берегу, успела добежать до польской границы. Другой бы после этого закрыл клюв и потерялся на год-другой. Но сами посудите, когда ты седой дед в годах, то стыдно настолько не попадать с прогнозами. Но Кедми, судя по всему, гонорар после эфира тупо важнее репутации. И опозорившись с десантными кораблями уже раз, он спустя полтора года решает брать Одессу снова. Черноморское побережье должно вернуться к тому, кто его осваивал в России. Так а в чем проблема, дядя? Давай мы тебе эфир напомним, где ты Черноморское побережье уже языком зачищал. Или что-то тогда не получилось. Все стратегические направления контролируются Российской армией или вот-вот перейдут под власть Российской армии. Как в районе Киева, так в районе Николаева, так по направлению к Исмаилу, так по направлению к Кадессе. Но, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. И этим, конечно же, не брезгуют и другие пропагандисты. Мы воюем с НАТО. Не, не воюем мы ни с какой Украиной. Каждый метр освобожденной украинской территории, это каждый метр отобранный у НАТО, забранный. Еще до начала спецоперации человек, которому слово «чепуха» нужно набить на груди, звал в Украину российские войска. Кричал о том, что самое время очищать ржавчину. Есть ржавчина в виде мнимой украинской государственности и украинского политикума. Вот для того, чтобы довести порядок, эту ржавчину нужно просто все зачистить, приварить к Российской Федерации, вот тогда будет порядок. Российские войска пришли, но Марков почему-то снова недоволен. Хотя давайте угадаем, сейчас снова аналитика космического уровня будет. По поводу поставок Ф-16, вооружения, мы когда с вами уже, по-моему, не один раз здесь говорили, на этом же не ограничено, что мы хотим, мы дождемся, чтобы они там тактическое ядерное оружие, они поставят его. Конечно, они все поставят. Мне имя лишь самолёт. Отсюда вывод один. К моменту готовности этих самолетов и готовности пилотов, государство Украина должно прекратить свое существование. Эти самолеты не должны, их некуда, не должно быть куда подставлять. Тут, признаться, мы очень засмеялись, но каким же остолопом нужно быть, чтобы обещать такое? Ты же, взрослый мужик, и отлично понимаешь, что Ф-16 будут. И что ваша бегущая армия, которая Бахмут 10 месяцев штурмовала, ничего глобального не захватит. Побед даже минимальных нет уже более полугода. Здесь бы что-то поскромнее народу пообещать, но нет. Чепуха в голове уже в который раз побеждает здравый смысл. К моменту готовности этих самолётов и готовности пилотов, государство Украина должно прекратить свое существование. Ну а дальше будет спойлер. Когда пройдёт время и Украина получит Ф-16, мы лично будем таскать вот эти хотелки, если не в каждой, то через программу. Эти самолёты не должны, их некуда, не должно быть куда подставлять. Все освобождённые территории на Украине сразу становятся границами с НАТО. Какая Украина? Должна становиться субъектами Российской Федерации, создаваться военные округа. И Маркову это будут кидать в соцсетях. Над ним будут глумиться и смеяться, но выводов он, конечно же, не сделает. И не потому, что дурак. Просто человек он не свободный, а подневольный. И раз уж приютила его страна с чепухой вместо идеологии, то надо улыбаться и махать, даже понимая, каким же посмешищем он выглядит со стороны.